добрый день дорогие друзья пришло время нашего урока и как всегда несколько секунд в начале пауза для того чтобы убедиться что интернет соединение в порядке и дальше мы начнем так пока никаких движений не со стороны интернета они со стороны кого-либо другого значит на все работает хорошо итак тема нашего сегодняшнего занятия у меня связано с нашей недельной главой в эту субботу по крайней мере в израиле мы читаем главу корах корах 2 есть именные главы названы чьими-то именами да мы помним есть и тро вот есть корах будет потом балак да масса еще других имен ну наверное видимо наши мудрецы которые по существу способствовали вот этими именам названием потому что они выбирали размера отрывков понимали что имя корах видим очень важно очень важно пока видите никого нет но интернет-соединение работает это уже успокаивает и поэтому я наша глава корах рассказывает о том что в пустыне по существу произошел бунт бунт человека по имени корах корах ближайший родственник мушея и арона вот появился первый человек здравствуйте второй человек доброе утро и значит если какие-то неполадки и или что-то не видно или что-то не слышно вы пожалуйста сообщать тогда мы как-то так это будем ну по крайней мере будем знать об этом итак тема сегодняшнего занятия которое я выбрал это корах корах так называется наша глава которую мы читаем в израиле и что же со события произошло в пустыне сюжет событий я думаю для многих известен корах двоюродный брат мушея и арона а то есть отец кораха и отец мушея и арона они вот родные родные братья причем отец мушея и арона он он старше он первый сын до амрам а папа кораха и цгар это второй сын то есть они очень близкие родственники и вообще известно по мидрошам что корах человек ну во-первых знаменитый богатый умный он относится к семейству кигат это одно из избранных семейств колено леви кигат они занимались тем что переносили утварь храмовую то есть очень важная задача и вот что происходит вот этот корах собирает сторонников и по существу поднимает бунт против муше и против арона и об этом сказано прямо в самом начале нашей главы вот сейчас я просто вам это прочитаю вернее просто переведу сразу с листа чтобы сюжет был как-то вам понятен значит здесь написано следующее и и взял корах сын и цгара сын кигата сын леви ну дается такая родословная и следующие люди и датан в а датами и авирам сыны и лява и он сын пелета все они были из колена рэ у вэна и и стали они против муше люди из сынов израиля и было их двести пятьдесят человек и все они были лидерами своих общин те которые назначают времена праздников то есть очень важные люди и они собрались пришли видимо к муше и к арону и сказали им муше и арону хватит вам имеется ввиду муше и арон потому что вся наша община все мы святы и среди нас всевышний почему вы возноситесь над общиной всевышнего вот как какая претензия была значит повторяю корах из колена леви из колена рувена три человека датан датан верам и он это из колена рувена рувен напомню вам первенец 1 1 синякова и дальше еще сказано 250 человек избранных неформальных лидера которая собственно назначает очень важные дела вот все эти люди плюс еще видимо огромное количество сторонников в дальнейшем если читать видно что у них было очень много сторонников они приходят к муше к арону и очень серьезные требования выдвигают перед ними почему вы возвышаетесь над общиной всевышний потому что мы все святы то есть все стояли у горы сина и среди нас всевышний почему вы возвысили себя ну и дальше происходит нечто странное нечто странное а именно муше предлагает тогда обратиться ко всевышнему там написано и пусть сам всевышний решает что должен решить всевышний требование этих людей становится понятно требование этих людей заключается в том что они претендуют на роль священников куаним на роль священников надо вам сказать что у большинства народов в том числе у еврейского народа священниками всегда считались первенцы то есть первый мальчик который рождался у женщины он назывался первенцем и вот все первенцы во всех семьях всегда были священниками то есть на на иврите куаним именно они исполняли роль служителей ну и так там посредников по существу между всевышним потому что куаним священники это те кто служит в храме поэтому значит священниками были первенцы до греха золотого тельца когда случился грех золотого тельца то священство от первенцев переходит к колену леви колено леви которая не участвовала в грехе золотого тельца и они ну как бы вот по требованию всевышнего которое было озвучено муше назначает именно левитов а муше сами с колена леви он назначает их избранными вместо первенцев и более того в этом в этом колене леви есть одна единственная семья это семья аарона родного брата муше и вот это вот семья по мужской линии будет вся священниками то есть получается что у нас священником нельзя стать у нас священник это каста коген это каста там можно только родиться и это передается по наследству от отца к сыну вот так называется священник у нас так вот эти люди по разным причинам пришли и объявили что они с этим не согласны и они считают что муше он волонтаристки к этому относится и он сам раздает титул и назначает кого хочет но в частности вот назначил своего брата аарона назначил когеном да казалось бы может быть есть люди более достойны они ведь не в курсе что всевышний ему это говорит они ведь этого не слышат и они не знают что это вот по приказанию всевышнего мужа делает и вот их требование чтобы они они претендуют на на священство и что говорит им уше он говорит пусть всевышний всевышний сам решит кто на самом деле будет ему служить сделаем так говорит он пусть каждый из вас возьмет совок специальные совки были положит туда угли с жертвенником а насыпи сверху благовония и принесет шатру откровения к месту где вот происходит служба там жертвенник шатер откровения все пусть 250 человек и арон все пусть приносит и то благовония которое будет принято всевышний тот и будет священник а если нету к сожалению нет но те кто внимательно читают тару в этот момент должны ужаснуться очень простой причине потому что когда было освещение вот этого храма передвижного то таким образом погибли два старших сына арона надав и авигу они вот взяли как раз в свои совки положили вот эти горящие угли благовония поднесли и вдруг с неба огонь молния и и сжигает их прямо на глазах у всех почему сказано потому что они сделали что-то неправильно вернее они все правильно сделали но сделали по своей воле а нужно было исполнить исполнить некий ритуал они решили что они по своей воле могут это сделать знаете вот доброты душевной вот пыл раша энергия вот хочу и сделаю знаете вот такое намерение у меня мощные они сделали и тут же их вот огонь с неба сжег естественно об этом все помнят и муж и теперь предлагает сделать то же самое ведь раньше прежде было сказано от чужого огня вот если подносишь чужой огонь который нельзя подносить тебя муму мы ты можешь идем году испепелить очень опасно подходить к святыням не готовым и он им это самое предлагает говорит давайте завтра все возьмем совки благовония и посмотрим что будет муж и я так даже понимаю что он понимает что будет он понимает и и далее и далее когда значит корах его семья дата на вера муж желает переговорить за данным я вера вам но те отказываются прийти те говорят нет ты муж и во всем виноват ты нас вывел увел из земли текущий молоком медом так они называют египет и вот в эту пустыню где все мы должны погибнуть нет мы к тебе не придем на разговор все наши требования сны давайте давайте делать какие-то поступки сверху и и вот тогда муж и обращается ко всеми говорит вот эти вот люди корах датаны аверам вот они стоят сейчас рядом со своими палатками вы все от них подальше отойдите потому что сейчас их покарает страшная смерть и вдруг муж и начинает просить всевышнего и и и и просят о чем он его просит он ему говорит пусть эти люди умрут особенной смертью необыкновенной смертью знаете так от старости или от разрыва сердца особенной смертью потому что не умрут нормальной смертью это будет знак того что да это это мое желание да а если они умрут особенной смертью то это будет знак сверху и что происходит многие знают что происходит земля раскрывает написано раскрывается земля и поглощает живьем короха и всю его семью датана и верама всех и все их семьи и все их имущество уходит под землю все это видят конечно приходят в шок в ужас а те 250 человек которые приносят вот эти самые совки с благовониями к палатке вот этой палатке священной естественно молния убивает их всех всех сжигает все 250 человек были сожжены значит ужасный конец вот этот весь бунт подавлен так скажем кроваво корах датаны аверам проваливаются сквозь землю живыми 250 человек на глазах у всех просто сожжены вот вам вот такой интересный результат и вот эта вот история она очень показательно показательно и возникает огромное количество вопросов огромное количество вопросов возникает ну во первых когда происходит эта история непонятно место где этот текст написан он понять он книги вот бамид бар он происходит до после истории с разведчиками но на самом-то деле временно здесь или не здесь непонятно непонятно в какой момент происходит этот бунт конечно же он скорее всего происходит после греха золотого тельца до после греха золотого тельца когда вместо первенцев становятся левиты да именно тогда в этот момент могло возникнуть недовольство но конкретно в как в какой период но что вот в следующей главе уже следующей главе это очень интересно следующая глава это стык это и прошло называется 39 лет потому что следующей главе начинается 40 год 40 год нашего путешествия по пустыне поэтому история бунта короха и все всех его людей непонятен непонятно когда это произошло это первый очень важный вопрос второй очень важный вопрос мошэ мошэ который всегда вступается заступается за еврейский народ всегда всегда в любой ситуации даже когда мы вот сотворили золотого тельца и действительно были недостойны быть наказанными мошэ за нас горой и когда всевышний ему говорит давай я от тебя произведу народ давай их всех уберу от тебя произведу казалось бы ну да предел мечтаний чтобы от меня вот произошел некий народ муж и сказал нет уберешь их убирай и меня это при всем при том что мошэ для них был чужим да мошэ ведь не жил с ними на 60 лет он убежал был вынужден убежать потому что его хотели предать свои же в 20 лет и возвращается в 80 лет 60 лет его там нет кроме брата и сестры вряд ли его кто-то еще помнит поэтому для них чужой но он почему-то всегда за них он всегда он готов отдать себя но защищая их кроме одного единственного раза вот этот раз тут он требует не 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 помиловать их не помиловать он требует их наказать наказать показательно такой смерти что нужно ее специально создать эту казнь да вот эти земля земля раскрыла свою пасть со свой рост это раскрыла земля и и по поглотила ужасно представить себе живыми ушли под землю то есть для мужа это совершенно не характерный не соответствует вот эти вопросы да когда это происходило и почему муж и требует такого жесткого наказания когда муж и говорит давайте возьмем совки пойдем к палатке откровения он просто знает прекрасно знает что чужой огонь тот кто принес чужой огонь он будет просто сожжен молнией с неба как было с датаном и авирамом это было на его глазах и на глазах у всех и он предлагает именно это уже зная скорее всего как все закончится поэтому не свойственное для мужа поведение или он себя ведет так потому что он опасается чего-то ему кажется что вот сейчас произойдет нечто что уничтожит все так вот чтобы этом вот уничтожение не было лучше уничтожить часть то есть лучше какую-то часть человека отрезать там я не знаю руку ногу но оставить в живых всего человека видимо вот это логика а то что времени указано значит ну да это могло происходить всегда только нужно понять что что могло происходить всегда поэтому не обязательно указывать время значит я так думаю чтобы ответить на вопрос на о чем идет речь понятно надо разобраться в причинах этого бунта но мы о них как-то уже вот говорили дело в том что у горы сина и прежде чем получить вот закон тару муша сообщает что всевышний готов превратить нас в народ священников так сказано мужа поднялся на гору вернулся сказал вот всевышний вам передает что вы будете мам лехет коганим царство священников амкадош народ святой царство священников но если мы будем царством священников то я вот слышал это я понимаю а значит каждый из нас достоин быть священником не знаю будут ли все священники скорее всего нет но крайней мере достоин каждый из нас быть священником а священник это это по существу элита ну как вам сказать ну да да одежда у них красивая церемонии общественные они на виду у всех их народ просто практически содержит действительно как-то так очень челесно очень лестно быть быть вот именно таким правда мера ответственности тоже очень велика и я не знаю стоит ли вот пойти на то чтобы костюмчик ради мера ответственности это тоже большой вопрос но по крайней мере нам обещано что мы были будем мам лехет коганим царство священников и многие могут решить что они этого достойны потом первенцы первенцев много да они были священники а потом раз и все и колено леви более того из колено леви частная семья вот это значит первенец рувейна его потомки уже не священники да лидеры неформальные лидеры всех колен которые назначают праздничные дни уже не священники муше на первосвященство назначает своего брата а не кегата который по идее тоже первенец у своего отца да если муше там у нас царь то почему же первенец следующего братца не может быть священником то есть корак считает что муше узурпировал вот эту должность то есть они претендуют на то чтобы стать священниками у каждого есть свой повод и своя причина хорошо это или плохо но знаете мечтать всегда хорошо плохо тот солдат который не мечтает стать генералом это мы знаем и почему же муше это так сильно пугает что он требует избранной смерти избранной смерти вот в этом интересно бы разобраться смотрите в ту пору когда существовал храм храм у нас был первый храм второй храм второй храм был разрушен в семидесятом году первого века как известно титом виспасианом вся религиозная жизнь евреев она вращалась вокруг храма то есть все главные ритуалы все главные события были связаны с храмом и храмовой службы то есть вся такая ритуальная часть религии была связана конечно же с храмом и в храме работали кого ним священники вот это вот семья арона по мужской линии и помогали им левиты надо понять что арон он из колена леви поэтому и его сородичи ему помогали но а священники собственно только его семья только его семья и потомки по мужской линии значит да действительно все сводится к семье левитов и к семье арона к колену левит и к семье арона других нельзя других нельзя значит в то время как храм существовал все ритуалы у нас были только в храме только в храме а что касается заповедей ведь известно же что в таре у нас есть 613 заповеди эти заповеди полагается выполнять каждом каждом независимо от того священник или священник каждый еврей мужчина женщина и дети до определенного или с определенного возраста все обязаны выполнять заповеди как можно больше и заповеди по существу они игра и регламентируют нашу жизнь они настолько подробны что вся жизнь на самом деле она ими обусловлено и выполняющие заповеди по существу он ведом ими по жизни поэтому смотрите храм ритуалы храма это нечто торжественное действительно три раза в год все мужчины должны были приходить храм там вот справлять три великих праздника паломничества но так процессе обыденной жизни нет процессе обыденной жизни нет они должны выполнять только заповедь значит заповеди это обыденная жизнь а храм это нечто возвышенное приподнятая это возвышение и духовное и физическое и сам факт жертвоприношений это дары всевышнему и наверное очень мощная энергетика там и туда тянет заповеди нет заповеди это просто это вот знаете как как к гиена как почистить зубы как там несколько раз день есть там кошерность не кошерность помыл руки не помыл руки все это связано с об заповеди это обыденная жизнь а храмовая служба это и нечто из ряда вон выходящий так вот эти люди захотели не обыденной жизни обыденной жизнь должен как каждый человек живет обыденной а нечто великое нечто возвышенное они вот этого захотели и из-за этого их наказать нужно однажды три наших мудрецам я тут это выписал это есть такой мидраж есть такая книжка айн яков это сборники мидрашей сказаний из талмудов и там предисловие есть такая интересная история значит три наших мудреца поспорили какой стих в таре ну один из самых главных главных в том смысле что он заключает в себе ну как бы смысл всего сказанного концентрирует себе смысл всего сказанного и появились стремнение вот бензома был такой великий бензома он сказал что вот центральный стих в таре по его мнению это вот это вот шма израэль слушай израиль господь бог твой господь един что именно в этой фразе которая мы обязаны произносить утром и вечером сосредоточен сосредоточен весь смысл тары сосредоточен именно вот в этом стихе там состоящим из шести слов шма израэля шэмэру кейну ашэмэхат это сказал бензома другой мудрец его звали бен но нас вот такая вот странное имя бен но нас сказал нет сказал что самая главная фраза это и возлюби ближнего своего как самого себя в автали раэха камоха это самая главная фраза она концентрирует по мнению вот этого сама бен но нас а все всю сущность старый можно свести под к этому и возлюби ближнего своего к самого себя и был третий человек его звали шимон бен пази вот шимон бен пази сказал другой он сказал нет в таре есть такое указание что мы должны на жертвенник выносить утром одного ягненочка и после обеда одного ягненочка и это есть обязательная жертва во все времена каждый день утром одного ягненочка и вечером одного ягненочка вот три стиха казалось бы какой из них самый важный или шма израэль или возлюби ближнего своего самого себя или утром ягненочка и после обеда ягненочка вот все мудрецы стали решать этот вопрос и как вы думаете какой стих из этих трех они выбрали как основной точно то что сказал шимон бен пази самый важный стих в таре утром ягненочка после обеда ягненочка то есть вот обыденность то есть рутина она она и составляет всю нашу жизнь она самое главное все остальное тоже очень важно но вот именно рутина она основа жизни я вам хочу напомнить о замечательном фильме комиссар был такой очень хороший фильм аскольдова сожалению долгое время запрещенный там вот как раз есть позиция двух людей позиция женщины комиссара которая мечтает погибнуть в бою на коне и позиция одного еврея ремесленника у которого есть большая семья и которую он должен содержать да это известное есть произведение в городе бердичеве и там как раз вот идет война гражданская и вот этот комиссар женщина она забеременела должна родить ребеночка вот она ее поместили в семью вот этого еврея многодетного и вот она должна рожать и вот есть диалог между ними что важнее что возвышеннее вот изо дня в день работать выполнять непосильную работу искать средства для существования чтобы вырастить этих детей или взять сесть на лошадь и и погибнуть в бою за светлое будущее непонятно какой вот это вот дискуссия мне кажется она вот вечная она вот есть бунт короха да мы хотим быть священниками и только ими не изо дня в там делать заповеди как главное какие-то очень занудные заповеди а вот возносить жертвы на храм красиво быть одетым представить перед миллионной публикой вот это вот мы хотим и это очень сильно пугает мужа он понимает что наша религия это скорее обыденность это скорее обыкновенная жизнь я понимаю героизм замечательные были герои которые вот утром подвиг вечером подвиг утром подвиг вечером поеду наверно такие нужны но это это не история нашей велики наша религия говорит о том что самый великий подвиг он совершается именно в будни именно в обыденном ежедневном не очень интересном вот в этом преодолевая это ты начинаешь эту жизнь освещать вот это вот материальность которая ну да ну нет там подвигов там изо дня в день может быть очень скучно и и нелегко но вместе с тем именно это твой труд он и облагораживает эту материю он ее поднимает а это задача задача освещать материю поднимать ее поднимать веру и поэтому когда мужа понимает что начинает сейчас включаться инструмент очень плохой потому что если эти люди сейчас победят может быть они вполне достойны и это не его задача поэтому он говорит не я решаю всевышний решает если ему нужно чтобы эти люди были священниками значит он примет их подношение а если нет значит нет если у они умрут обыденной смерти может быть я виноват но если это будет смерть которую сам всевышний создал для них значит всевышнему это не угодно не угодно и понимать царство священников нужно по-другому они то что будет царство состоящее из священников священники это каста туда нельзя попасть со стороны сам всевышний опускает те души которые могут быть священниками поэтому это есть каста нельзя можно стать мудрецом можно достичь великой великой мудрости знаний благодаря собственным усилиям но душу спустить в себя ту которую считают считается нужный для для священнической работы человек человеку не под силу поэтому священником а человек не может стать он может в обыденной жизни ежедневной в монотонной выполняя заповеди служить всевышним и в этом он будет велик и свят но в обыкновенном костюмчике в обыкновенном доме без зрителей как это вот происходит у священников и я думаю что то что происходит то что описано в нашей главе и тоже определенная конструкция вы понимаете вот вся эта история короха его людей это не то что вот они плохие поэтому они вот взбунтовались я думаю что дело не в этом плохие они или хорошие я думаю что поскольку тара это есть конструирование еврейского народа и я думаю что вот здесь как раз и описан элемент создания вот этой конструкции что главное главное это обыденная жизнь главное это вот монотонное и может быть не очень интересное ежедневное служение виде выполнения заповеди при этом должен быть храм конечно же должен быть храм и там должны служить но это очень небольшое количество людей очень избранные люди они ведь в конце написано будет что они не имеют никакого земельного удела они собственно даже будут питаться от того что им будут давать десятину или подношение то есть за счет народа а их удела это всевышнего а израиль он не имеет права подходить храму иначе он погибнет то есть нам говорят ваш удел это нормальная обыденная жизнь только освещая ее вы будете выполнять то что вам следует выполнить если же вы захотите вот внешне красивой жизни а костюм куэна был особенно первого священника был очень красив и дорого стоил и люди которые видели знаете как смотришь в кино и вот все все хотят стать артистами да вот особенно подростки хотят вот уйти в артисты им кажется вот это вот жизнь да вот это замечательно ты на сцене ты в телевизоре все тебя знают ты популярен а что на самом деле происходит с этими актерами и какова их жизнь не на экране и нет на сцене но об этом узнают только те которые туда попали и не всегда им это нравится поэтому вот эта история она очень показательна и конечно же она происходит не потому что были какие-то плохие люди которые вдруг возомнили о себе нечто нет дело не в этом не ну что они плохие дело в том что эту ситуацию нужно было создать нужно было ее проиграть и нужно было вот как бы вмонтировать в район до народ некие качества которые говорят о том что да есть священники но это очень небольшая каста а весь основной народ и это главное обыденность рутина изо дня в день одно и то же и вот это вот освещение одного и того же простая нормальная жизнь она является самыми самым вот это вот история короха и его общины хотя там есть огромное количество деталей спор во имя небес пор не во имя небес потому что там наши мудрецы на самом деле обсуждают эту тему со всех сторон и достаточно глубоко я просто вот какой-то маленький маленький участок взял оттуда для того чтобы пояснить что ничего случайного в то ли не бывает просто нужно понять зачем эта история и о чем эта история почему она рассказана вот если все вот я вот это вот хотел вам рассказать сейчас я посмотрю если какие-то вопросы может быть существую конкретно так всем привет всем привет всем привет добрый добрый день добрый день добрый день так хорошо вопросов пока нет так шалом шалом всем привет всем привет ну все больше нет вопросов тогда я всем вам желаю хорошей субботы шаббат шалом и даст бог на следующей неделе мы с вами снова встретимся всего хорошего до свидания